Многие вещи были уже сделаны для того, чтобы социальные паразиты, как называют, потеряли свои возможности. Ну, смотрите, была уничтожена система генераторов, которые превращали людей в рабов. Но в результате, в 1991-1992 год, когда коммунистическая система по всему миру упала полностью, неожиданно, потому что на Западе кричат «великая победа капитализма», да, как говорится, «брехня на пост, на масле», потому что коммунистическую систему, это и создало мировое правительство, идеал, то, что они создали, это идеальная система, которую они стремились создать во всем мире, и то, что они держали, они продержали бы еще тысячу лет, две тысячи лет и так далее, потому что для них это необходимо как воза, по многим причинам. Это сейчас все говорят о том, что Россия разворовывается, да, и тому подобное, но Россия разворовывалась не только вот сейчас, разворовывалась в советские времена так, но кое-что слышали о этих вещах, когда вот Хаммара и так далее после революции, помните, да, что все вывозилось, воинство безбожники и тому подобное, но все это ценности вывозились из России и так далее. Но это же не только происходило после революции сразу, это происходило и после Второго мировой войны и так далее, и так далее, вплоть до, так сказать, многие даже не знают реальной причины той же самой афганской войны. Там вот официальная версия, что, типа, американцы планировали создать базу и так далее, и так далее, да? Ну да, это тоже было, но это не самая первая причина, а основная причина, что через Афганистан из Советского Союза вывозилось эшелонами, шли составы загружены крупными алмазами, с золотыми слитками, чем, сука, они загружены? Узнали об этом кто-то? Нет? Нет, конечно. И кто же, думаете, за этим стоял? Политбюро, естественно, стояло. Естественно, когда американцы решили, наркотики колоссальные тоже шли тогда, и оттуда, и сюда, понимаете, да? И все, это, если бы произошло, что-то бы все американцы взяли, то, так сказать, тогда бы, так сказать, это перекрылся артерия, которая все вывозилась из Советского Союза. Никто об этом даже слухом не знал, да? Человек, которым, так сказать, я могу, так сказать, доверять, он рассказал, что, знаете, как привозили необработанные алмазы, вывозили из Советского Союза, знаете, как? Знакомы, помните, ящики помидоров, помните, да? Советского магазина. Так вот дощатые, забивались, чтобы щелей не было, и подверх забивались необработанными алмазами. И вагонами, можно сказать, у вазистов, не говоря, сладкий золотой и тому подобное и так далее. Так что не только возможностей дании противозащитного, как говорится, ракетного, как говорится, блокировки Советского Союза, и так далее. Это не самое главное. Просто много чего происходило, на самом деле, не совсем то, что официально сообщалось. Но то, что в советские времена это была система рабства, наверное, сказать, не нужно, да? Скрытая. Хотя на Западе тоже система рабства. Там она хоть и открытая, но прикрытая ложная система. У нас-то тоже другая ложная система. Кто-то знает, что, к примеру, где-то, я не помню, до 75-го или 76-го года существовал кодекс уголовного, уголовный кодекса, статья уголовного кодекса СССР или УРССР, не помню, Российская Федерация или только СССР, где, если человек пытался себе покончить жизнь самоубийством, и он, ну, не дали ему добить себя, так сказать, вытащили с петли, там, вену, так сказать, вовремя зашли, тому подобное. Он выжил. То ему налагался штраф. И знаете, такой маркой? Что, вот, государство на него затратило, на его воспитание, образование, энную сумму денег, именно формировка статьи. А он всякой такой, сам решил уйти из жизни. Неплохо? Это реальная статья уголовного кодекса, существующая до 76-го года. Я не знаю, может, просто люди не всегда вникали в смысл слов. Но вдумайте слова. Если человек, государство потратило деньги, а человек решил самостоятельно лишить себя земли, без права, не получил добро. Вот ты сдохнешь на работе, то вполне, пожалуйста. Но ты сам не имеешь права. Ты себе не принадлежишь. Ты раб. Это статья одна такая. Она не говорит, что там написано раб. Сама за себя четко говорит, что она говорит, что каждый житель Советского Союза являлся рабом. Да, это не написано было в конституции нигде, и тому подобное. Но в статье уголовного кодекса было прописано. С необычной стороны, конечно, не в лоб, так по лбу, а, извините, кому какая разница в лоб, подойду по лбу, а результат тот же самый, с моей точки зрения.